Хидео Кодзима опять за свое. На прошедшую недавно выставку Е3 сумасшедший японский геймдизайнер привез новый трейлер Death Stranding. И дальше все сработало по обкатанной схеме. Интернеты бурлят, мозги кипят, челюсти падают. А хитрый японец сидит себе тихонечко в сторонке, да хихикает. Четвертый трейлер Death Stranding оставил нас с уймой фундаментальных вопросов. Например, сколько стоит покататься на Нормане Ридусе в комфортном чехле? Почему в мире Death Stranding никто не записывается на ноготочки? Почему младенец внутри Ридуса без подгузников? Там что, есть стройный санузел? Сколько тихоходок пришлось съесть лезь и еду, чтобы понять, что за херня тут вообще происходит? Но не все так плохо. Помимо безответных вопросов, новый трейлер Death Stranding дал нам кучу материалов для работы. Нам показали немного геймплея, познакомили с новыми персонажами, да еще и вкинули пару интересных терминов. В общем, разбирать есть что. Чем, собственно, мы сейчас и займемся. Пока далеко не ушли, несколько замечаний. Во-первых, настоятельно советуем посмотреть или пересмотреть наше прошлое видео с разбором трейлеров Death Stranding. Оно почти не потеряло актуальности, да и строить сегодняшний разбор мы будем с оглядкой, в том числе и на прошлый анализ. А во-вторых, помните, все, что вы сегодня услышите, это синдром поиска глубокого смысла в терминальной стадии. Что такое Death Stranding на самом деле, мы с вами в лучшем случае узнаем только на релизе. Ну, вроде все. В Кодзима-мобиль. Самый жир последнего трейлера это долгожданные кадры геймплея. Нам показали аж два типа игрового процесса. В первом герой Нормана Ридуса ходит и грустит, а во втором он ползает и боится. Не густо, но не спешите разочаровываться, здесь есть с чем работать. Да, по трейлеру может сложиться впечатление, что основной геймплей Death Stranding это перевозка всякого хлама на своем горбу. Но не восприняли это предположение в штыки. Мол, такие шикарные и зловещие трейлеры, а игра-то будет скучным симулятором ходьбы. Тут надо понимать, что отрекаться от Death Stranding пока рано. Во-первых, не факт, что прям вот вся игра будет построена на интроспективных прогулках. Во-вторых, даже если и так, есть множество возможностей сделать их по-настоящему интересными. И у Хидео Кодимы для этого есть все ресурсы. Да и потом, перевозки грузов отлично ложатся на один из основных мотивов Death Stranding, о котором мы с вами уже ранее говорили, мотив связей. Напомним, что в мире игры города людей отрезаны друг от друга, и поэтому в этом мире отважные или отчаянные курьеры, которые готовы рисковать жизнью в переходах между ними, ценятся на вес золота. Тут же можно заметить, что для банального симулятора ходьбы в Death Stranding уж слишком много нюансов. В трейлере показали транспорт, что-то вроде мотоцикла, который Сэм, видимо, теряет в начале пути. Из-за этого ему приходится преодолевать остаток маршрута на своих двоих, пересекая рейки, карабкаясь по скалам и стараясь при этом не растерять часть груза. Альпинистский трос, тележка на магнитной тяге и импровизированный мостик можете смело включать список гаджетов, доступных в игре. Наша курьерская служба будет и опасна, и трудна, как видно по трейлеру. В новом видео Death Stranding нам также показали другую механику — стелс в открытом мире. В какой-то момент Сэма окружают странные темные сущности, и ему приходится на карачках маневрировать между ними. По сути, показанный фрагмент — это не киношная версия сцены из третьего трейлера. Тут Сэм тоже использует детектор, чтобы деликатно обходить духов. Ну, ту самую щелкающую клешню на плече и аквариум с младенцем. Еще ему нужно следить за дыханием, ведь, как мы уже знаем, местных дементоров привлекает тяжелое пыхтение. Заканчивается это все не очень хорошо. Сэма замечают и утягивают в лип. Совсем уж беззащитными мы не будем. В ролике также можно заметить оружие — винтовку с оптическим прицелом. Вскоре после показа Death Stranding на Е3 в сети появилось детальное изображение этой пушки. Оружие, судя по всему, баллистическое, калибра 5,56 мм. Что интересно, на винтовке стоят предупреждающие знаки, мол, в людей стрелять не надо, а в темных духов вообще категорически запрещается. Для чего тогда Сэму винтовка остается только догадываться? Напомним, что в третьем трейлере огнестрел таки используется, но лишь для милосердного убийства товарища. Сам Хидео Кадима подтвердил, что в игре оружие действительно можно применять, но это не только необязательно, но и даже иногда нежелательно. Наверняка у этого будут какие-то долгосрочные и неприятные последствия. В конце концов, винтовки — это наследие игр про метафорические палки, а Death Stranding — это игра про не менее метафорические веревки. И если вы сейчас не понимаете, что за пургу я несу, то значит наше прошлое видео по Death Stranding вы таки не посмотрели. По сравнению с прошлыми трейлерами, в четвертом гораздо больше живой человеческой речи. Нам дали послушать куски диалогов, в которых персонажи не стесняются вбрасывать для нас разные странные термины. Об их значении мы пока можем только догадываться, но по контексту уже можно сделать некоторые выводы и составить такой маленький глоссарий. Начнем, собственно, с главного — с хиральности. Через И. Не смейтесь. Хиральность — термин невыдуманный. У него много специфических значений, но самое общее звучит так. Отсутствие симметрии относительно правой и левой стороны. В геометрии, например, это свойство фигуры не совмещаться со своим зеркальным отражением с помощью переносов и поворотов. Еще хиральность — это свойство физики элементарных частиц, состоящей в различии правого и левого. В химии хиральность лежит в основе концепции энантиотропии, а именно диастереотопии. Химически одинаковые атомы или группы хиральной молекулы анизохронны и проявляются как различные в спектрах ЯМР. Ой, я слишком топ для этого дерьма, Кодима. В контексте игры хиралами или хиральными существами называют тех самых темных духов и невидимых глазу монстров. Термин происходит от древнегреческого слова «хейро», что значит «рука». А отпечатки человеческих рук мы уже неоднократно видели в трейлерах Дэдстрендинг во время нападения Кодимовских бабаек. Ох уж этот многоуровневый символизм. Тут можно пойти еще дальше и предположить, что все беды в Дэдстрендинг вызваны столкновением двух хиральных миров. Нашего и несимметрично нашему. Наизнанка, мир зазеркалье, мир антижизни, в общем, называйте как хотите. Когда граница между двумя реальностями истончается, происходит всякая дичь. У некоторых людей в мире Дэдстрендинг есть хиральная аллергия, в частности у Сэма и героини Леи Сейду. Кажется, это реакция организма на присутствие хиральных сущностей. В четвертом трейлере видно, что при приближении невидимого монстра кожа Сэма краснеет, поднимаются волоски на руках, а глаза начинают слезиться. Эта аллергия помогает Сэму чувствовать хиралов и вовремя затыкать варежку. Возможно, наличие хиральной аллергии очень важно для курьеров. Мол, если в чистом поле они столкнутся с невидимой и неведомой херней, то смогут это ощутить и без детектора. С хиральностью также связан еще один термин. Нечто под названием «дуумс». Падумс. По контексту выходит, будто это что-то вроде способности людей взаимодействовать с хиральным миром. Уровень «дуумс» может отличаться. По диалогу Сэма и героини Сейду становится понятно, что у последней «дуумс» покруче будет. Возможно, из-за этого девушка может видеть невидимых монстров, а не просто чувствовать их присутствие как Сэм. Обратите внимание на сцену в пещере. Незнакомка пристально следит за, казалось бы, пустым местом. Вполне вероятно, что по ходу игры уровень «дуумс» главного героя будет меняться. Фанат вообще предполагает, что в мире Death Stranding люди постепенно учатся адаптироваться к сожительству с хиральным миром. Возможно, именно высокий «дуумс» позволяет герою Матса Миккельсона источать черную жижу и контролировать солдат скелетов, а в третьем трейлере еще и летать. Но это не значит, что в стремлении повысить свой «дуумс» нужно бежать хиралам и трогать их за разные места. Потому что когда живой человек попадает на ту сторону, на этой стороне происходит маленькая хиросима, огромный взрыв, называемый «войдаут». По диалогу видно, что начальство Сэма в курсе этого нюанса. Оно знает, что Сэм сможет вернуться из Лимба, однако на месте его перехода образуется огромный кратер. Кажется, это в Death Stranding в порядке вещей. Важно отметить, что «войдаут» провоцирует только живой человек, с трупами все несколько иначе. Вероятно, именно из-за опасения вызвать такой взрыв, курьеры из третьего трейлера старались убить себя до того, как их поглотит теневой гигант. И, следовательно, Сэму этого тоже стоит избегать. Если это правда, тогда неудивительно, почему мир Death Stranding такой пустой и разрушенный. По сути дела, сопряжение двух миров сделало каждого живого человека потенциальной ядерной бомбой. Список опасностей Death Stranding продолжает Time Fall, или временной дождь. Его эффект мы увидели в третьем трейлере, а термин впервые услышали в интервью Кодзимы. Теперь вот о временном дожде заговорили в четвертом видео. Этот дождь многократно ускоряет все процессы в объекте, на который падает. Трава растет и увядает на глазах, люди за секунды стареют на десятки лет, фотографии безнадежно выцветают. Чтобы не разложиться на плесень да на липовый мед, людям необходимо всегда думать о защите от дождя. Курьеры ходят в закрытых комбинезонах с капюшонами, все грузы тщательно опечатываются, а у таинственной девушки даже есть особый магнитный зонтик. Еще один способ защиты от дождя — это так называемые криптобиоты, одного из которых в трейлере так аппетитно уминает Лея Сейду. Мы уже видели криптобиотов в третьем трейлере Death Stranding. Эти создания напоминают гигантских тихоходок, в реальности крошечных беспозвоночных, которых, правда, хрен убьешь. Эти почти бессмертные твари могут пережить вакуум, радиацию и экстремальные температуры, все благодаря способности к криптобиозу, то есть временному обезвоживанию тканей и эдакому консервированию всего организма. Героиня Лея Сейду, переиначивая старую английскую поговорку, говорит, что криптобиоты помогают купировать эффект временного дождя. Судя по тому, что в третьем трейлере Сэм рвет этими милахами, криптобиотов в мире Death Stranding едят, если не все, то многие. Орелом тайны в Death Stranding окутан не только мир, но и люди в нем. Четвертое видео строится на трех персонажах, уже знакомом нам Сэме в исполнении Нормана Ридуса, а также героинях Лея Сейду и Линси Вагнер. О них-то и поговорим напоследок. Начнем с главного героя. В новом трейлере мы впервые услышали его полное имя, Сэм Портер Бриджес. Судя по диалогу с незнакомкой в пещере, он курьер The Man Who Delivers. Причем с какой-никакой репутацией в мире Death Stranding. Героиня Лея Сейду не звучит так, будто впервые о нем слышат. Сходу возникает вопрос об имени главного героя. Мы знаем, что он работает курьером-грузчиком, что можно перевести как Портер. Также мы знаем, что он горбатится на компанию мосты, Бриджес. Сэм Портер Бриджес. И тут либо фантастическое совпадение, либо нам стоит смотреть глубже. В трейлере есть намеки на то, что Сэм не помнит свое прошлое. Он очень дорожит старой фотографией, где он стоит с двумя женщинами в белом доме, будто это единственное, что у него осталось от прошлой жизни. В финале трейлера Сэм встречается с героиней Линдси Вагнер, которая упрекает его за то, что тот не может ее вспомнить. Амнезия, мать ее, перемать! Может быть, у способности Сэма возвращаться с того света есть цена. Он постепенно забывает, кто он есть. Может быть, Портер и Бриджес это не настоящие фамилии отчества, а, так сказать, приобретенные по работе и компании. Мы точно не знаем. Еще меньше мы знаем о девушке, которую играет Лея Сейду. Судя по форме, она работает на другую организацию, Фрэджайл, чей логотип можно заметить у девушки на спине. Что за дела мутит это Фрэджайл, пока непонятно. Но занимается она явно недоставками. В диалоге девушка пытается завербовать Сэма, но тот отказывает и говорит, что ничего, кроме перевозки грузов, делать не хочет. Это ее первое появление в трейлерах Death Stranding, поэтому информации о ней пока еще очень мало. Но вот настоящая загадка крутится вокруг другой женщины-дебютантки, героини Линдси Вагнер. Актрисе сейчас 69 лет, и в Death Stranding она существует аж в двух ипостасях. Дама в годах на фото Сэма, это Вагнер, так сказать, в актуальном возрасте. Женщина в конце трейлера, на берегу моря, тоже Вагнер, только уже в молодости. Очевидно, что она как-то связана с Сэмом, иначе бы тот не хранил ее фото и не встретился бы с ней в Лимбе. Но как именно они связаны, пойди пойми. Мать Сэма, жена Сэма, президент США, раз уж фотография была сделана в Белом доме, мы, к сожалению, не знаем. И эта неопределенность, она уже давно стала фишкой Death Stranding, проекта, который выходит за границы не только привычного нам гейминга, но и игрового маркетинга. Все, что мы тут наобсуждали, легко может потерять актуальность через полгода или раньше, когда нам покажут новое видео. Но это не делает процесс поиска, улик и построение фанатских теорий менее интересным. Все четыре трейлера очень разные, но каждый жуть как интригует и оставляет много вопросов. И это прекрасно, что к игре в угадайку присоединяется все больше людей. Этого материала не получилось бы, если бы легионы геймеров не объединили усилия и не помогали друг другу в поисках истины. И уже сейчас, до выхода Death Stranding, каждый из нас может присоединиться к глобальному расследованию. Поэтому не молчите в комментариях, пишите свои теории, догадки, наблюдения о Death Stranding и с разбегу запрыгивайте на поезд хайпа. Потому что даже если как игра Death Stranding окажется не ахти, это уже не важно. То, что происходит здесь и сейчас, уже того стоит. Спасибо большое, что смотрели. Увидимся на той стороне.